Канал GT-класс. С вами Андрей Щетников. И сегодня мы обсудим, как выглядит электрическое поле вблизи однородного проводника, помещенного во внешнее электрическое поле. Я бы разбил, так сказать, факты по уровню сложности. И на уровне учебника восьмого класса. Мы знаем, что вот если у нас есть однородное поле исходно, я его нарисовал, правда, уже искаженным, значит, где, например, мы поместили этот наш проводник внутрь конденсатора. Здесь у нас были плюсы, на той стороне минусы. Электрическое поле шло от плюсов к минусу. И вот мы поместили в это поле проводник, и произошло явление под названием электростатическая индукция. Под влиянием внешнего поля электроны, минусы притянулись к плюсам внешним. Плюсы остались на месте, или можно сказать, что набежали на ту сторону, хотя педанты нам в этом месте возразят. Ну и таким образом как бы у нас произошло перераспределение зарядов на поверхности. На уровне учебника уже десятого класса добавляются следующие содержательные факты. Мы знаем, что электрическое поле внутри проводника, когда все установится, будет равно нулю. Ну и собственно это произойдет за счет того, что поле, созданное в этой внутренней области перераспределенными зарядами на поверхности проводника, оно в точности будет равно по величине и противонаправлено исходному внешнему полю. Поэтому эти два поля сложатся, и внутри поле будет равно нулю. Ну соответственно, весь проводник у нас будет эквипотенциальной поверхностью, и внутри, впрочем, потенциал будет тем же самым. Вот. И еще мы знаем, что силовые линии электрического поля, они перпендикулярно входят в поверхность проводника там, где эта поверхность заряжена отрицательно, и столь же перпендикулярно выходят из поверхности проводника там, где она заряжена положительно. Поэтому в этой области у нас вот так силовые линии поля, итоговые, они как бы так сойдутся на проводник, а здесь разойдутся из него. Ну и теперь уже на уровне даже не десятого класса, а еще старше остаются вопросы. Ну, например, вот у нас здесь были минусы, здесь были плюсы. Ну и соответственно, где-то есть такая точка, пометим ее. Ну, точнее, если у нас это все трехмерная картинка, такой ободок на поверхности, где электрическое поле равно нулю и плотность зарядов равна нулю. Граница между минусами и плюсами. Ну, и спрашивается, а как в окрестности этой точки поле будет себя вести? Это уже так уровень курса физики общего на младших курсах вуза. Ну, и еще есть вопрос про эквипотенциали. Мы знаем одну эквипотенциальную поверхность. Это, значит, поверхность проводника. Мы знаем, что где-то вдали поле не искажено. Ну, и эквипотенциали здесь будут не искаженные, как сказать, перпендикулярно силовым линиям электрического поля. А что будет здесь? Ну, где-то вблизи от проводника эквипотенциали. Вот так должна пойти перпендикулярная всем силовым линиям. Входящим. А для выходящих точно так же хочется ее провести. Ну, и кому-то может захотеться вот эти линии замкнуть. Но вот здесь-то это будет не так. И замыкать их будет большой ошибкой. Потому что у нас есть еще одна интересная эквипотенциальная поверхность, которая торчит вот из этого ободка и уходит перпендикулярно к поверхности. Вот эти эквипотенциали. Значит, здесь у нас потенциал такой же, на этой эквипотенциале такой же, как на самом проводнике. Ну, соответственно, здесь ближе к плюсам он выше. И вот эта линия, она должна уйти куда-то вот сюда. А вот этот куда-то, куда-то вот сюда. Ну, а соответственно... Ну, и здесь тоже надо было бы следующее нарисовать. Ну, тут у меня слишком тесно. А соответственно, есть еще такие силовые линии электрического поля, я их пунктиром сейчас нарисую, которые втыкаются вот в эту точку. Ну, правда, поле здесь равно нулю. И выходит из этой точки и уходят дальше. Ну, я такую же линию должен и снизу нарисовать. Втыкается вот в эту точку на поверхности и выходит из нее. И эти линии, их люди-ученые называют сепаратрисами, потому что они отделяют разные области электрического поля. Здесь у нас область силовых линий, входящих в поверхность проводника. Соответственно, с этой стороны область силовых линий, выходящих из поверхности проводника. Ну, а сверху и снизу области тех силовых линий, которые проходят мимо проводника, ну, до него не доходя. Ну, и вот так у нас выглядит цельная картинка. Понятно, что я нарисовал очень грубо. Ну, более точную и красивую можно построить в какой-нибудь программе, которая симулирует электрическое поле. На этом, пожалуй, все. И спасибо вам за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.